О чем пишут в соцсетях и СМИ и что говорят власти о ситуации с пандемией в области. Областная больница в Хароге. На днях пользователи соцсетей сообщили, что в Хароге все отделения областной больницы переполнены. Местные власти и Минздрав уверяют, что это неправда. С завтрашнего дня пациентов будут принимать в районной больнице Шугнана, в Джаме-Ати-Навабаде, здании техучилища в селе Дебаста. На данный момент там, районная больница Шугнана, находится 27 пациентов. Шесть человек вылечились, один умер, ему было 76 лет. Остальные находятся под наблюдением врачей, сообщили пользователи на странице по Мирнеус в Фейсбук. Однако в администрации КБА журналисту Азия Плюс опровергли эти высказывания. УЦ передал лекарства Харогской больнице. Больница города Харога не заполнена пациентами с коронавирусом. В эту больницу, в основном госпитализируют больных в тяжелом состоянии из Харога и других районов области. Слухи о том, что пациентов будут принимать в рай больницы в Новоабаде и техучилища в селе Дебаста тоже не имеют основания, сообщил пресс-секретарь председателя области Глипнет Беков. Он отметил, что нет необходимости принимать больных в техучилища, когда в больницах пока много свободных мест. Больница в Новоабаде принимает пациентов, у которых стабильное состояние. Также жители могут при первых признаках или симптомах заболевания обращаться к врачам по месту жительства. При необходимости их могут госпитализировать в районную больницу, где уже созданы все условия для борьбы с этой болезнью, сказал нет Беков. Нет элементарных условий. Между тем, новостный сайт Памира Даилы Неус опубликовал рассказ местной жительницы Харога о ситуации в областной больнице в период пандемии. Жительница Харога Зарина Навруза написала, что число зараженных в Хароге увеличивается с каждым днем. По ее словам, у многих молодых людей болезнь протекает в легкой форме, бессимптомно и многие лечатся дома. В Хароге предприниматель предложил свою гостиницу для размещения больных. Она также рассказал, что в больнице работают 231 медработника и 70 из них непосредственно в зоне с больными ЧВИД-19. Врачи в больнице работают на износ, по 12 часов в сутки. Об этом говорят и родственники заболевших, и сами больные. Не было такого, чтобы на врачей жаловались. Несмотря на мизерную зарплату и плохие условия в больнице, медперсонал больницы делает все от них зависящее. Они работают с перерывом в двух недели. Хукумат для медперсонала, кто отработал смену, организовал отдых в гармчашне, чтобы врачи восстановили свои силы, рассказала Зарина Наврузова. При этом она жаловалась на отсутствие элементарных условий. Администрирования в больнице нет, такое впечатление, что каждый работает на себя. Нет в больнице элементарных условий, что создает дополнительные сложности, как для больных, так и для медперсонала. В больнице должны быть душевые, баня должна работать, но завхоз больницы баню сделал своей собственной, и люди теперь за деньги там моются. Хороший администратор, главный врач в больнице давно бы создал в ней минимальные условия. Вот, например, целое здание котельной пустует, там можно создать уголок для отдыха медработников, можно сделать парилку в бане, отмечает она. Про столовую речи не может быть, одна плита работала на всю больницу. Местные предприниматели купили плиты, микроволновые печи и многое другое для столовой больницы. Уязвимые санитарки по ее словам, очень достается техническому составу в больнице. Они уязвимые, потому что занимаются самой грязной работой, написала Зарина Навруза. Им приходилось руками стирать зараженные вещи медперсонала, пока предприниматели не купили им стиральные машины. У санитарок работы много, зарплата маленькая, защитных форм не было. Им нужна особая поддержка, заключает она. Продолжение следует...